Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим, конечно же, за тем, что же интересного произошло за последние торговые сутки. Потому что вчера отчетов действительно было очень много. Я думаю, что нужно обязательно подвести итоги каждого из них, потому что полагаю, что некоторые будут и дальше резонировать на, собственно, динамике тех валютных активов, которые мы используем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности. В ходе брифинга, разумеется, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkets. Чтобы воспользоваться этим бонусом, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и, собственно, поменять его на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Давайте тогда не будем терять времени переходить к нашим активам, о которых мы касаемся каждый брифинг и начнем, как и, скажем, всегда, с динамики черного золота и тех тенденций, которые показывает этот актив сейчас, на текущий момент. Актуальные котировки 48.77. И видим то, что даже несмотря на наличие серьезных оснований для коррекции, это объективно так, сейчас я объясню, с чем это связано, а черное золото все равно демонстрирует стержень, характер и никак не хочет, скажем, забираться ниже поддержки в 47 долларов за баррель. Но я думаю, что движение актива к этому рубежу – это вопрос самого ближайшего времени, потому что, опять же, актуальный новостной фон с каждым днем, наверное, так вот накапливается и создает уже серьезные фундаментальные основания, чтобы ударить по этому активу, скажем, тотально, целиком, едино. Я считаю, что позиции черного золота в буквальном смысле обречены сейчас средне-долгосрочно на то, чтобы спуститься еще ниже. И каждый день мы стараемся, разумеется, найти подтверждение фундаментального характера, чтобы усилить эти ожидания и, разумеется, еще накинуть дополнительный аргумент тем трейдерам, которые сомневаются в том, что черное золото может и дальше тотально терять, скажем, вдоль всего рынка. Вчера мы следили за запасами нефти США. Напомню, что это уже официальная оценка от Минэнерго после частного ведомства ТОПИ. Предполагали, что вследствие сезонных факторов, когда нефтеперерабатывающие заводы работают не на полной мощности, мы будем также сезонно сталкиваться с логичным проявлением этого периода и наблюдать за ростом запасов нефти США. Если несколько недель назад мы отмечали вероятность того, что это должно случиться и произойти в самое ближайшее время, я делал ставку именно на этот, скажем, рубеж в 5 дней. И на самом деле именно это и происходит. Дождались, собственно, АПИ подтвердило рост запасов. И, собственно, вчерашняя оценка Минэнерго США, согласно которой запасы нефти выросли практически на 4 миллиона баррелей против прошлого сокращения на 1,9 миллиона. Другими словами, на рынке появился уже и локальный фактор, соответственно, давления на нефть плюс к тем долгосрочным, долгоиграющим предпосылкам, указывающим на то, что бренд должен, собственно, терять свою стоимость и тесниться к тем уровням, которые мы поставили ранее. Это ниже 47 долларов за баррель. Плюс ко всему, сегодня утром, буквально несколько часов назад, было опубликовано несколько индикаторов ключевых по состоянию китайского рынка. Об этом я говорил вчера. Если у вас, разумеется, была возможность, надеюсь, вы последили за этой статистикой и уже в курсе того, о чем я сейчас буду говорить. Собственно, это индекс производственной активности Китая и индекс активности в сфере услуг. Что касается индекса производственной активности, по факту 47,2, чуть лучше, чем прошлая оценка, но все равно, если мы посмотрим, опять же, на исторические данные, то сможем легко прийти к выводу о том, что сектор все равно находится на самых минимальных уровнях с 2009 года. Я считаю то, что это оправданное проявление, скажем, статистики и текущего состояния данного китайского сектора, поскольку, опять же, проблемы, они объективны, и мы, собственно, говорим о них практически каждый брифинг. И я считаю то, что это правильная позиция, потому что Китай, ну, по сути, не создает нам других, скажем, условий для того, чтобы обсуждать перспективы этой экономики в позитивном уже ключе. Что касается этого индекса, даже не нужно обращать на символичный прирост внимания, потому что здесь ключевое значение имеет как раз факт возможного восстановления. Но об этом можно будет говорить только в том случае, если индикатор, как вы, наверное, помните, я уже неоднократно это подчеркивал, будет находиться выше 50. Сейчас он глубоко ниже, соответственно, риски для еще большего снижения, они сохраняются, значит, мы продолжаем также дисконтировать потенциальную слабость для китайской экономики, высырьевые активы и отмечать вообще это в качестве предпосылки для еще более глубокого экономического спада. Что касается сферы услуг, то индикатор держится выше 50, и, правда, уже вплотную подошел к этой отметке, разумеется, сверху вниз. Фактически показатель 50,5 в активной сфере услуга прогноз – 51,2. Не удивлюсь, если спустя месяц мы будем констатировать уже пребывание этого индикатора ниже уровня 50 и добавим, соответственно, еще один риск для экономики Поднебесной. В любом случае, негатива по-прежнему достаточно. Мы отмечаем то, что проблемы Китаю пока никак не удается приталить, они совершенно очевидны. В частности, после публикации столь слабых, очевидно, данных по индексам производственной активности и активности в сфере услуга, Фитча сделал прогноз, точнее, можно сказать, пересмотрел касательно темпов экономического расширения Китая. В частности, в этом году мы надеялись увидеть показатель темпа экономического расширения в районе 6,9% и считаю, что это в лучшем случае будет 6,8%. Что касается 2016 года, то здесь темпы будут, соответственно, снижаться экономического расширения и мы, возможно, увидим цифру на уровне 6,3%. Хотя, честно говоря, простите меня за мой чрезмерный негатив, я считаю то, что статистика будет еще более дрянной, потому что в целом у нас по-прежнему сохраняются тенденции снижения инвестиций. Мы по-прежнему видим, скажем, какие проблемы характерны для национальных производителей. Мы видим, как снижаются объемы капиталовложений. Мы видим, как, собственно, насколько плохими отчетами характеризуется сектор производства. Соответственно, если не расширяются производства, создаются серьезные угрозы для потребительской активности. Мы видим, как ситуация обстоит со сферой услуг. Мы видим, как, собственно, растут долговые обязательства, возрастает нагрузка на ключевые показатели банковского сектора, то есть на рентабельность, на качество активов, на достаточность капитала. Я считаю то, что в 2016 году серьезно взрастет просрочка по кредитам, соответственно, еще будет больше усиленного давления на банковский сектор. Более негативные цифры будут уже со стороны промышленного производства. Это также привело к тому, что инвестиции в этот регион продолжат снижаться, плавномерно будет падать экспорт из-за, опять же, продолжающегося затухания мировой экономики, что в целом, на мой взгляд, может создать предпосылки для очень жесткой посадки Китая. И если ФИЧ считает, что 2016 год экономики Китая осможет закрытие с темпом экономического расширения в 6,3%, то я думаю, что, наверное, фактические показатели, опять же, забегая вперед, по сути, на перспективу более года, это будут цифры даже ниже 6%. Поэтому долгосрочно, это, опять же, наш основной костяк всех наших прогнозов, в том числе и по сырьевым активам, получается, что в 2016 год мы полномерно перейдем с теми рисками, которые сейчас характерны для экономики Поднебесной, они будут только усиливаться, значит, еще больше давления будет оказано также долгосрочно на позиции нефти. Другими словами, не отказываемся пока от нашей идеи, которая предполагает возможность снижения Brent ниже уровня 47 долларов за баррель. Что касается российской валюты, на премаркете 65,33 видим то, что локальное вчерашнее укрепление Brent, которое немножко не вязалось с общей, опять же, фундаментальной картиной, стало причиной укрепления российской валюты. Но если уже сделать ставку на ослабление, давайте тогда не будем останавливаться на перспективах рубля, потому что, в целом, со стороны национального фона ситуация сейчас не меняется, но, может быть, еще стоит отметить возросшие геополитические риски касательно присутствия России в Сирии. Поэтому я думаю, что локально это также будет дисконтироваться в стоимости российской валюты и уж точно не станет причиной предпосылок для укрепления. Поэтому прежняя логика, математика, которую я в последнее время анонсирую и, собственно, повторяю все чаще и чаще, это соответствие цены за баррель нефти определенному рублевому эквиваленту, соответственно, по рублю. Эта логика должна действовать, достаточность бюджета определяется от ценой в 3.300, примерно, рублей за один баррель, поэтому можно сравнивать актуальные котировки, соответственно, с актуальным валютным курсом и принимать решение, насколько он сейчас на текущий момент оправдан. Я считаю то, что дальше рубль будет слабеть, то есть 65, ну, конечно же, будет интересно посмотреть на те причины, которые могут позволить рублю, точнее, паре даже USDRA показаться ниже поддержки 65. Если это произойдет, разумеется, мы уделим этому достаточно много внимания, но я все-таки советую сейчас не обольщаться и делать прежнюю ставку на еще большую дальнейшую девальвацию рубля. То есть наша цель, это возвращение снова в район 70, она пока остается неизменной. Идем далее. Европейская валюта продолжает консолидироваться рядом с уровнем 1.12. Вчерашняя торговая сессия была очень интересна, действительно, много отчетов было и по европейскому региону, ну и также мы анализировали еще и американскую статистику, что вкупе в паре евро-доллар также создает фундаментальные основания для движения и главного валютного риска. Что касается евро и европейского региона, в частности, вчера были опубликованы данные по рынку труда Германии, отчет снова плохой. Количество безработных увеличилось на 2 тысячи человек против прогнозного сокращения на 5 тысяч. То есть расхождение существенное, это еще один фундаментальный негатив, который продолжает сигнализировать о очевидных проблемах ведущей экономики валютного блока или, как говорят еще, локомотива евро-зоны. Плюс ко всему, двумя днями ранее мы следили за данными по инфляции в Германии, где этот показатель ушел в отрицательный сектор, и на основании этого мы предположили, что данные по индексу потребительских цен еврозоны в целом также будут находиться на отрицательной территории. Вчера мы получили этому подтверждение, поскольку индекс потребительских цен в еврозоне, в годовом эквиваленте уже шагнул в дефляционную пропасть. Если раньше мы говорили про риски дефляции, то сейчас это уже реальность и действительность, с которой имеет дело экономика валютного блока. То есть для нас, конечно же, это позитивный фактор, потому что мы надеялись увидеть похожую статистику, потому что ожидаем новые меры экономического стимулирования. И, разумеется, осознание того, что прошлая программа, точнее даже не прошлая, действующая по сегодняшний день, но запущенная в марте 2015 года, программа количественного смягчения в Европе, она пока не приносит должных результатов. А значит, нужно задуматься, может быть, о более агрессивном выкупе активов, об увеличении емкости этой программы, ну и, разумеется, может быть, о продлении сроков ее действия. В частности, после того, как вчера индекс потребительских цен в еврозоне ушел на уровень минус 0,1%, после этого S&P также сообщил о том, что еврозона, скорее всего, не избежит такого шага со стороны Европейского центрального банка, как продление, опять же, сроков действия программы QE, о чем я только что сказал. То есть программа с, наверное, 80% вероятностью уже уйдет за сентябрь 2016 года. Поэтому нам осталось теперь получить только, собственно, подтверждение со стороны монетарного руководства. Намеки и вербальные заявления мы уже слышали, собственно, их уже отыграли в евро. Но нужен, конечно же, еще один ускоритель для следующего коррекционного движения, может быть, даже ускоренного, чтобы добраться до нашей цели в районе 1,10%. Собственно, ждем теперь после столь слабых данных по индусу потребительских цен соответствующих намеков на расширение программы количественного смещения со стороны Драни. Я думаю, что за этим, собственно, дело не останет. И уже следующая конференция, которая пройдет совсем скоро, может оказаться весьма пикантной, скажем, с точки зрения подобного влияния на рынок. В общем, ждем дальнейшую коррекцию евро и снижение пары евро-доллар ниже уровня 1,10%. Идем дальше. Доллар японской иены. Актуальная котировка 120-23. Видим то, что американец снова пробил сопротивление с низу вверх против японской иены. То есть торгуется уже выше. Вчера мы следили за, опять же, американским рынком от труда. То есть это отчет по числу занятых не сельскохозяйственного сектора по версии EDP. То есть это отчет, который предваряет пятничный non-farm peril. Статистика оказалась лучше прогнозов. Мы видели, как прогнозы полномерно менялись в рамках недели. Сначала это было 185, потом 190, 195 тысяч новых рабочих мест. И по факту отчет оказался даже еще лучше самой вот этой оптимистичной прогнозной оценки. Потому что фактическая цифра сообщила о том, что подтвердила количество новых рабочих мест увеличилось на 200 тысяч. Это несомненный позитив, что тут же оказала поддержку доллару. И, соответственно, прибавила, опять же, добавила уверенность тем трейдерам, которые, опять же, следят за американским макроэкономическим фоном, в том, что их позиция касательно прошлого ожидания, предстоящего ужесточения монетарной политики, это верная позиция. Не забывайте также о том, что сейчас, как я отмечал в ходе прошлого брифинга, существенно возросли словесные заявления жесткого характера со стороны руководителей региональных ФРБ, ФРС, в частности, комментарии Локкарда, Дадли, Вильямса, соответственно, Лейкера, Фишера, Булларда. Все они выступают за необходимость немедленного повышения процентной ставки. И на рынке позитива для этого достаточно. Это рынок труда, недвижимости, соответственно, вроде бы как стабильные показатели по инфляции, пусть еще на минимальных уровнях, значениях, но ожидают то, что этот показатель сможет выбраться к тем значениям, которые составляют, скажем, основу целевых ориентиров. То есть это 2%. И потребуется на это год-год с небольшим. Для того, чтобы принять решение о повышении процентной ставки, еще раз напомню, даже руководствуясь комментариями Джанет Хеллин, ФРС не будет руководствоваться и основываться только на данных по инфляции. То есть достаточно принять решение, отталкиваясь уже от прочего фундаментального фона и от других секторов, которые реально сейчас на подъеме создают для столь долгожданного решения все основания. Плюс к сильным данным по рынку труда, соответственно, к комментариям и заявлениям, жестким комментариям представителей ФРС, у нас еще, соответственно, есть и предпосылки увидеть продолжение тенденции роста доходности американских трежерий. Эта тенденция сейчас сохраняется и, разумеется, в связи с этим повышается привлекательность именно инвестиций в активы, номинированные в долларах. То есть параллельно будет расти и курс американской валюты. Поэтому по USD иене все-таки давайте по-прежнему ждать движения пары выше сопротивления 121.50, ну, хотя бы закрепление выше уровня 121. Но сейчас, конечно же, нужно, чтобы пара все-таки смогла удержаться выше рубежа 120, потому что уже несколько недель и проторговка осуществляется в рамках довольно-таки узкого коридора. Это 120.50, 118.50. И понятно, что доллару нужен какой-то буст для дальнейшего движения. Я думаю, что он придет уже в эту пятницу, то есть завтра, когда выйдет самый главный отчет по состоянию американского рынка труда. Коснемся также британца, в частности, темпа экономического роста. Вчера вышли данные по ОВП. По факту отчет показал, что экономика расширилась на 2,4%. Это хуже прогноза, но все равно не такой плохой отчет, который мог бы быть, наверное, реальностью для экономики Англии. Но чрезмерного позитива здесь также делать не стоит, потому что в целом снижение темпов экономического расширения подтверждает те риски, которые шли со стороны очень слабых показателей по промышленному сектору, сектору услуга. Также мы знаем о том, как стремительно падают, соответственно, инвестиции в этот регион, как ухудшается общий экономический климат. Мы знаем то, что и данные по инфляции уже, точнее, инфляционный показатель находится на отрицательной территории. Серьезно просеял экспорт, ухудшился торговый баланс, да и, собственно, позиция Банка Англии явно уже на фоне этого предполагает возможность, в лучшем случае, повышения процентных ставок не раньше 2017 года. Поэтому негатива сейчас для британца предостаточно. Наша цель 1.50, я думаю, что мы до нее доберемся, тем более, что актуальные котировки уже 1.50-1.30. Мы уже в профите, поскольку вошли в эту сделку после того, как пара просела ниже уровня 1.52. Собственно, ждем, пока этот тандем валютных активов доберется до нашей поддержки 1.50. И еще хотел сказать пару слов про канадца. Также вышли вчера данные по ВВП, а счет, на мой взгляд, довольно-таки плохой. На целых 0.3% против прошлой оценки на целых 0.4%. Снижение указывает на то, что канадский долг продолжает дисконтировать слабо в связи со снижением на цен на энергоносители в собственную стоимость. И, разумеется, это сказывается на благосостоянии всей экономики. Мы знаем то, что, опять же, проблемы для канадского региона, они, собственно, характерны так же, как и для всех других сырьевых регионов. И они общего порядка в целом уже позволяют нам, по крайней мере, готовиться к возможности дополнительных мер экономического стимулирования со стороны канадского монетарного руководства. И, возможно, это произойдет уже до конца этого года. Я думаю, что, как я уже отмечал, одних ожиданий будет достаточно, чтобы USDCAD на фоне этого надвинулся к нашей долгосрочной цели, которая находится в районе 1.35%. Сейчас актуальные котировки 1.33%, но я думаю, что в случае, опять же, хороших данных по США, усиления позиций доллара и еще большего снижения, разумеется, цен на энергоресурсы, пара будет обречена двинуть именно к этому рубежу. Собственно, на этом все. Еще раз отмечу, что величина бонуса на сегодня 6%, а что касается кодового слова, то это сигнал. Большое спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok